Аквариум Что может быть проще, чем завести аквариум? На первый взгляд, кажется, ничего сложного. Наливаем в аквариум воду, запускаем рыбку и наслаждаемся. К сожалению, этого недостаточно. В таком аквариуме рыбка долго не проживет. Аквариумистика это намного больше, чем аквариум и рыбка. Это целая замкнутая экосистема, о которой нужно знать, за которой нужно уметь ухаживать, контролировать процессы преобразования аммиака и прочее. Есть два способа познать все нюансы и особенности в аквариумистике. Первый способ это получение знаний путем собственных ошибок и неудач. Естественно, этот способ принесет не только знания, но и стресс, потому что рыбки будут умирать, аквариум будут заполнять водоросли. Такие знания стоят достаточно дорого, потому что аквариумных жителей придется покупать вновь и вновь. Нужно правильно подобрать и купить оборудование. Борьба с водорослями также дело затратное. На такие знания уйдет очень много времени и, если говорить откровенно, как правило, каждый раз потыкаясь то об одну проблему, то об другую, люди утрачивают интерес к аквариумистике. Складывается ложное впечатление, что аквариумистика это очень трудоемкое хобби. Однако знания можно получить и другим путем. Сегодня существуют школы для будущих и уже состоявшихся аквариумистов. Школы, в которых рассказывают все самое важное, показывают, как действовать в той или иной ситуации. На данный момент существует два основных направления. Это пресноводная и морская аквариумистика. Я уже давно заряжен любовью к подводному миру, но, тем не менее, никогда не откажусь посетить обучение по аквариумистике. В этом видео хочу познакомить вас со школой от компании Аквалога. А для тех, кто никогда не сталкивался с этой компанией, скажу, что Аквалога – это аквариумный салон и супермаркеты, аквариумный и прудовый интернет-магазины, оптовая компания, инжиниринговая компания, ландшафтная студия и учебный центр. Аквалога осуществляет подготовку и повышение квалификации собственных и внешних специалистов в области аквариумистики, проводит тематические, научно-практические мероприятия. Под эгидой центра проходят международные конференции «Аквариум как средство познания мира». Естественно, и я лично в этой школе проходил обучение. Знакомьтесь, один из преподавателей школы – Артем Фатеев. Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально несколько минут назад я закончил обучение в компании Аквалога по морской аквариумистике. Мне, честно говоря, было очень интересно, и я хотел бы с информацией о школе поделиться с вами. Нам в этом деле поможет Артем. Да, здравствуйте, меня зовут Артем Фатеев. Я веду морскую школу в компании Аквалога. Ну, обучение у людей сделать. Артем, расскажи, пожалуйста, когда вообще все это дело началось? В каком году? Морской аквариумистикой я начал заниматься, наверное, более 15 лет назад. Пытались, собирали по крупицам информацию. И в итоге доросли до профессиональных уровней, вот как для наших аквариумов. И решили, ну, как бы попросили нас поделиться опытом, как бы помочь новичкам, как запускать аквариумы, что нужно, для чего нужно. И вот в дальнейшем, вот сегодня мы показывали, как содержать это все дело. И как бы люди понравились. Ну, информации действительно дали очень много. А в каком году вообще появилась идея запустить в компании Аквалога школу? Это было очень давно уже, да? И изначально это были только пресноводные аквариумы, я так понимаю. Да, сначала был по пресноводным, но сейчас там более развилось. Они ведут тоже морские там школы, ну, как специалисты океанариумов у нас. Ребята ведут пресники, оформление аквариумов. Сейчас вот у нас готовится новая школа для начинающих травников. У нас тоже сотрудник Константин будет ее представлять. А сколько вообще спикеров в штате? По-моему, в районе 8-9 ступиков. И каждый из них занимается какой-то своей эстезией, да? Да, когда клипцы и направлениям. То есть, получается, сейчас у нас три направления. Просто морская аквариумистика, пресноводная аквариумистика и отдельно травник будет сейчас. Ну, травник у нас и были, то есть, для которой немножко меняется. Но я думаю, как бы это хуже не будет. У каждого свое мнение, как бы обучается по-разному. Слушай, ну, вот раз вы открываете, точнее, третье направление по обучению именно, то получается, школа пользуется спросом? Да, люди ходят, люди хотят учиться. И делать все правильно. А как вот ты считаешь, вообще, ну, стоит идти в школу учиться в аквариумистике? Я думаю, стоит, потому что она поможет избежать начальных ошибок, которые запускают многие, ну, начальные аквариумистики. Ну, работая даже у нас в супермаркете, да, а люди приходят, ну, с нулевыми знаниями, даже в интернете не хотят почитать. Просто, видишь, многие люди думают, ну, это же не бесплатно, да, обучение, это же все-таки надо вкладывать деньги какие-то. Если мы вложим деньги в обучение, сможем ли мы с помощью своих знаний, полученных здесь в школе, сэкономить потом в дальнейшем? Да, это, во-первых, идет на потери рыбе, на выборе препаратов и так далее. То есть, это достаточно потом в дальнейшем экономии. Также школы рассказывают, какие аквариумы выбирать, почему выбирать, ну, и что делать с ними. И приходят к вам взрослые люди или приходят дети тоже? Ну, детей, по крайней мере, ну, я не видел у нас именно на морской школе, но приходят люди разных возрастных категорий, от взрослых, ну, от молодых людей до взрослых. А к вам приходят чаще любители или люди, которые уже занимаются аквариумистикой? И так, и так. То есть, кто-то хочет найти новых знаний, узнать новые подходы к этому делу, а кто-то просто обучается именно с нуля. То есть, и такие, и такие люди присутствуют. А по окончанию школы, ну, то есть, прошел обучение, человек, что он в итоге получает? Получает сертификат о прохождении. Ну, если взять, например, сначала пресноводную аквариумистику, о чем там вообще будет речь, о чем будут идти разговоры, а что будете, чему будете учить? Самый вот, самый старт, сначала. Ну, получается, запуска аквариума, как правильно это сделать, как посадить растения, как за растениями ухаживать. Это, как бы, это немало, я считаю. Прорыб? Есть какая-то информация? Прорыб, ну, заместимость, опять же, рыб с растениями, количество рыбы, правила засадки рыбы. Это уже, в этом же будет уроки? Или это же самое? Это все то же самое, но это как запуск аквариума. Это все укомплектоваться в одно занятие? Да, в одном комплексе бывает разное. Просто, насколько я понял, я же сейчас был на втором занятии, именно по морской аквариумистике. Еще есть первое занятие, сейчас было более расширенное? Сейчас было более профессиональное, скажем так, мнение, как содержать, что делать, какие возможные проблемы. Ну, люди как раз озвучили, у кого были аквариумы, да. На первом же занятии мы делали, грубо говоря, с нуля, как запустить морской аквариум. Что для этого нужно и почему это нужно. Главное, не что нужно, а почему это нужно. Потому что люди некоторые не понимают этого. Зачем мы кладем данную химию, или данный препарат добавляем, или данную керамику вносим. Зачем это нужно? И получается, после того, как они прошли первое занятие, те люди возвращаются на второе, приходят? Да, сегодня были люди, которые были на первом занятии, они вот приходили сегодня. А как часто в школе акволога проходят занятия? По мере, скорее всего, будет где-то раза в 3-4 в год. То есть мы будем делать именно разными блоками. Вот, ну, пока посмотрим сейчас, пока не могу сказать. А так, на вскидку, ты можешь сказать, сколько учеников уже прошло через вашу школу? Видимо, через морскую школу? Ой, здесь еще немного. Ну, это примерно в среднем, это сколько? Ну, 50, 100, 150. Ну, вот если, ну, в среднем, где-то, наверное, в районе 50 человек, вот, за 2 блока прошло. Это именно через нашу школу с Кристиной, а через других коллекторов там еще больше. Там прилично. По пресноводной аквариумистике? По пресноводной, и также еще и морская аквариумистика есть, там другие люди бы они приходили. Те люди, которые занимаются преподаванием, откуда они взяли свой опыт? Они тоже где-то учились, или они учились на своем опыте здесь, в компании Аквалога? Многие учились, ну, как, например, я учился на своем опыте, да, общался с зарубежными коллегами, как бы нарабатывал навыки, как бы, ну, решил поделиться с людьми, как бы, своими, именно, своим, как за этим можно ухаживать, как бы, ну. Как ухаживаешь за этим, грубо говоря, ты? Да. И как вы, скорее всего, ухаживаете в своих магазинах, в компании Аквалога? Ну, да, естественно, то есть, ну, у каждого магазина, опять же, у нас 4 магазина, да, в каждом магазине ухаживают по-своему, потому что там свои люди, которые занимаются, ну, в частности, это наша морская аквариумистика, да, здесь занимаемся мы с Кристиной, ну, также занимаются там рыбоводы, да, они, мы подсказываем им. А на других магазинах занимаются рыбоводы, они, собственно... Ну, а те сотрудники, которые находятся в других магазинах, они тоже через школу-кормистику каким-то образом проходят? Ну, я думаю, да, они проходили там, ну, какие-то определенные блоки, они слушали там по болезням рыб, они лечат рыбу, ну, и плюс, ну, запуски, наверное, вряд ли они проходили, ну, по-моему, сейчас они болезни рыб изучают. Сегодняшнее занятие заняло порядка 4 часов, да? Да. И каждый блок примерно столько времени занимает? Да, ну, плюс-минус там, вот, ну, запуск он сам по себе долгий, как бы там все собрать, все это рассказать, что зачем. Ну, как бы, да, где-то в среднем, вот на моей школе по 4 часа. Слушай, сегодня суббота, и, получается, ваши занятия проходят именно такие дни, типа суббота-воскресенье, выходные, да, выбираете специально, чтобы было время у людей. А с других городов, кроме как из Москвы, вам приезжают сюда? Да, сегодня, ну, ты сам не из Москвы приехал. Ну, я из Московской области, да. Ну, да, ну, другой же был. А бывают залетные такие, вообще, задалека? Ну, сегодня человек приехал с Северного Двинска, Вика, вот она приезжала, с Твери, приезжают из других городов, наверное, часто. Хотел еще вот что спросить. Прошли люди занятия в компании «Эполога» здесь, в школе, приехали домой, начали что-то пробовать. Ну, понятное дело, что что-то получается, у них что-то не получается, они могут с вами как-то связаться, сказать, ребят, подскажите, вы их поддерживаете. Да, поддерживаем, то есть, мы можем телефон оставить, если что-то не получается, они звонят, мы подсказываем, то есть, в порядке вещей. То есть, не то, что вы дали знания, бросили людей, если они не ушли. Нет, мы стараемся не бросать учеников. А с чего началась аквариумистика у тебя? С дедушкиного аквариума, с купешками. С пресноводного? Да, с пресноводного. Ну, ты сейчас преподавал морскую аквариумистику, а с чего началась твоя морская аквариумистика? И в каком году это примерно было, первый твой аквариум? В 2004 год я учился на генерала Белова, там была компания «Леомер», еще давно известная, которая занималась аквариумистикой, именно морской. Ну, как-то просто гуляли с друзьями, решили зайти туда посмотреть. И так меня это зацепило, что в итоге потом я стремился и создал первую морскую баночку в 60 литров, и потом нарастающую, сейчас у меня 400 литров, жесткого рифа дома. Жесткого рифа. И сколько примерно вышло по деньгам на этот риф, если взять все с самого начала? Дорого. Тем более, ну, почему говорю про цену, потому что сам по себе аквариум морской, он стоит, ну, недешево, скажем так. А если ты еще не знаешь, как правильно за ним ухаживать, то... А ты ведь изначально не знал, как за ним ухаживать. Да, у меня были проблемы очень много, и умерли рыбы, и кораллы, и не понимал, в чем дело. Ну, когда вот потом, знаешь, люди подсказали, опять же, да, и понимаешь, что скольких ошибок я мог бы избежать, и, как бы, соответственно, сэкономить на этом. Много в пустую выкинул? Да. Из-за не знания. Я думаю, я машину в пустую выкинул просто в помойку. Как вообще морская аквариумистика сейчас развита, ну, по крайней мере, в крупном городе, таком, как Москва? Неплохо. Сейчас есть и частные компании, да, которые занимаются сейчас, и идут постоянные поставки морских именно, гидробионтов, и рыбы, и кораллов. Очень все неплохо. Есть несколько фирм, которые, как у нас предоставлены, там, Red Sea, Red Sea, чем другие компании, предоставлены другие сегменты, да, как бы, неплохо. Ну, получается, у вас магазин считается в России, наверное, или только в Москве самый крупный? Ну, наверное, да, в России самый крупный. И как у вас часто приходят покупатели за морской живностью? Ну, через день точно. То есть, через день они у нас практически бывают. Хотелось бы, конечно, больше, но, как бы, у нас, если судить по другим магазинам, да, ребята, ну, тоже у них каждый, ну, также через день, каждый день приходят. Ну, то есть, пик морской аквариумистики еще не настал, и сейчас этот потенциал только растет, да? А в России он только набирает обороты, если за границей он уже давно, как бы, в тренде, да, то у нас только начинает набираться, потому что многие люди ходят, интересуются, но пока побаиваются. Слушай, получается, по аквариумистике, если брать морскую, ну, в Апресноводной я точно знаю, что у нас, по крайней мере, в Москве есть еще школы какие-то, а вот по морской аквариумистике есть? У вас конкуренты вообще есть? По-моему, нет. По-моему, нет. То есть, обучиться морской аквариумистике можно именно здесь, в компании Аквалога, и нигде больше пока. Пока больше нигде. Может быть, кто-то еще сделает, пока нет. Ну, а так, вкратце расскажи нашим зрителям, как сюда попасть. Оставляйте заявочку на сайте Аквалога.ру в учебном центре. Ну, да, 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 так получается. Да, учатся только так, либо у нас Жанна на форумах выставляет объявления, какие у нас школы готовятся. То есть, где-то в Инстаграме можно найти информацию, ВКонтакте. В Инстаграме, ВКонтакте, на сайте. Ну, ссылки, соответственно, на Инстаграм, на ВКонтакт, в канал есть у вас ютубовский? Ютубовского нет, там вообще. Ну, точно оставлю в описании под этим видео. Ну, и хочу поделиться еще своим впечатлением. Вообще, с морской аквариумистикой раньше никогда не сталкивался. Я видел, конечно, и аквариумы с морской рыбой, с кораллами, но никогда не вдавался в подробности, как за ним ухаживать. И сегодня действительно я получил достаточно много информации по этому поводу. У меня самого еще пока что морского аквариума нет, но теперь зато у меня появилось желание, потому что теперь мне желание появилось, наверное, потому что у меня появились знания. И это все благодаря тебе, Артем. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, мы будем очень рады, что вам реально нравится это. И будем стараться развиваться, может быть, что-то новенькое придумаем, более интересное. Я рекомендую вам обязательно попробовать пройти это обучение, потому что здесь работают именно профессионалы, обучают профессионалы. И я на своем опыте, потому что только что сам прошел это обучение, вам это ответственно заявляю. Спасибо тебе большое. Не за что. А вам всего доброго, до новых встреч, новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok